Судьбой Черноморского высшего военно-морского училища имени Павла Степановича Нахимова всерьез обеспокоен Севастопольский депутатский корпус. Несколько дней назад в городских СМИ появилась информация о том, что Черноморскую кузницу кадров могут перенести в Банковскую академию возле Парка Победы, а на его месте разместить женский военный пансион. Соответствующие запросы о возможном переезде легендарной Нахимки в Министерство обороны Российской Федерации направили и Законодательное собрание Севастополя, и сенатор Ольга Леонидовна Тимофеева. Об этом стало известно во время брифинга исполняющей обязанности председателя Законодательного собрания Севастополя Екатерины Борисовны Алтабаевой. Он точно так же для нас важен, потому что касается училища, которое, если я не ошибаюсь, открыто было в 1937 году. Это училище, выпуск которого практически первый полностью участвовал в обороне Севастополя. Это училище, которое стало славой истории нашего города. Я не думаю, что в данном случае можно решать скандачка. Я думаю, что это вопрос не только подготовки офицеров будущих военно-морского флота Российской Федерации, но это вопрос и истории, и традиций нашего города, и Черноморского флота. Поэтому, я думаю, это вопрос очень серьезный. Отвечая на вопросы журналистов, Екатерина Алтабаева прокомментировала и строительство многоэтажного дома на площади Ластовой. Нас интересуют не только эта стройка, но и другие, которые происходят в Севастополе, с нашей точки зрения. Они разрушают исторический облик Севастополя, тем более в условиях, когда уже принят приказ Министерства культуры Российской Федерации о том, что Севастополь играется историческим поселением федерального значения. Но даже и до принятия этого приказа законодательное собрание неоднократно указывало на эту проблему. Екатерина Алтабаева пояснила, что документы на строительство были выданы еще в украинское время, но даже тогда не соответствовали нормам законодательства. Она рассказала, что депутаты не теряют надежды на то, что этот вопрос будет разрешен. По 6-му ФКЗ права граждан должны соблюдаться. И вот эта казуистика юридическая, она дает основания для тех недобросовестных застройщиков, которые, прежде всего, свои коммерческие интересы ставят в углового угла, все-таки отстаивать возможность продолжения строительства. Что делало законодательное собрание? Вы знаете о том, что кроме публичных выступлений мы многократно обращались и в правительство Севастополя, и в прокуратуру города Севастополь. Речь зашла и о предстоящих выборах в муниципальные органы власти. Но они должны состояться 18 сентября 2016 года, в единый день голосования, даже несмотря на то, что административно-территориальная реформа в городе еще не завершена, а органы местного самоуправления избирались только два года назад. Кроме наших взглядов на этот процесс, есть реальная действительность, в которой мы живем. Будет возможно отложить, если федеральные структуры нам согласуют этот вариант, то, наверное, он будет искрен. Но, скорее всего, мы будем очень интенсивно работать для того, чтобы появились изменения в законопроект, и выборы муниципальные пройдут, как они и положены. Продолжение следует...